Да, это камера. Видно, Чарстон? Вы записали или нет? Понимаете? Совместное производство телевидения Каталонии и Артикль Зет. При участии Франц-5 и фонда Гала Сальвадор-Дали. Продюсер Хосеп Равира. Режиссер Шаве Фигерес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дали и кино. Когда я был маленьким, я хотел стать поваром. В возрасте шести лет я хотел быть Наполеоном. С тех пор мои амбиции все растут. И сегодня меня бы не устроило ничто меньше, кроме как быть Сальвадором Дали. Но кто на самом деле Сальвадор Дали? Художник с несомненным талантом. Самопровозглашенный император сюрреализма. Опереточный персонаж, упивающийся почестями и поклонением. Безумец, страстно влюбленный в свою Каталонию. Он был всем этим одновременно, а кроме того автором парадоксов, жонглирующим словами и образами, как своими собственными, так и выдуманными, которые он всегда старался подчинить себе. Я безумный параноик. Феникийц из Импорда. Вокруг Дали все правда, кроме меня самого. То время, когда почти никто еще не знал сил и средств массовой информации, Дали уже умел творить свой имидж, используя камеры, микрофоны и обстоятельства. Божественный и великий Сальвадор Дали. Если камера захватывала его врасплох, он тут же менял позу, чтобы соответствовать тому императорскому образу, который он себе избрал. Я Дали. Я снова повторяю себя, потому что я не знаю никого другого, кто мог бы это сделать. Еще с отрочества моим пороком было считать, что мне позволено все, просто потому, что мое имя – Сальвадор Дали. Не знаю, как могут жить все остальные, не будучи ни Гала, ни Сальвадором Дали. Вот одно из эксцентричных выступлений Дали перед камерой. Каталанская скороговорка в исполнении Дали. Каталанская скороговорка в исполнении Дали. Дали очень рано понял, что кино представляет собой благодатную почву для его неуемного воображения. Мэтр, почему вы спонсируете эту экспедицию? Потому что я как Робеспьер. В каком смысле? Однажды он сидел в кафе и увидел бегущую толпу. Тогда он выскочил и побежал впереди этих людей. Кто-то спросил его, куда вы бежите? А он ответил, понятия не имею, но я всегда должен быть впереди. Свет кинематографа представляется мне одновременно духовным и физическим, поскольку фильмы могут отразить невероятные существа и предметы, более невидимые и эфемерные, чем порождение иллюзионистов. Благодаря богатству своей техники, кинематограф может явить нам осязаемое и волнующее зрелище великолепного грандиозного спектакля, который до сих пор существовал лишь в воображении человека. Но на новом сюрреалистическом кино должна быть предупреждающая надпись, как на окнах поездов, о том, что опасно наклоняться внутрь. Сюрреалистическое кино заставляет нас смотреть внутрь нас самих, а это зрелище таит в себе определенный риск. Прислушавшись к одному из таких фильмов, мы услышим черно-белую музыку скоростей разных птиц, вылетающих из Млечного Пути электрического прожектора. Каждый новый свет — это новая анестезия. Вдали от космополитичного общества, на Каталанском берегу Дали находит вдохновение и декорации для своих творений. Свет и синева Средиземного моря, которые с детства окружали Дали, позже стали источником вдохновения для его неистащимой фантазии. Я помню, что когда я был совсем маленьким, в доме моего учителя был аппарат, очень занимавший меня. Это было нечто вроде оптического театра, в котором все выглядело искаженным, как на дне стереоскопической жидкости, постоянно и непрерывно меняя форму. Это было похоже на фантастическую пещеру, место, где только глаза знали о реальности того, что видели. Цвета и те изменения, которые происходили с изображением, делали его похожим на метаморфозы, которые возникают в течение первой фазы сна. Став взрослым, я чаще всего испытывал такое в деревне Кадакес. Я всю жизнь обожал это место, настолько, насколько это только возможно. Всем сердцем, каждую его трещинку, каждую неправильность рельефа и его свет. Эти пейзажи и члены семьи Дали становятся сюжетами его первых картин, написанных в стиле классического реализма. Годы спустя художник-сюрреалист возьмёт за основу эти места с их величием, накладывая поверх фотографию мира своих снов. Когда я засыпаю с закрытыми глазами, я смотрю на свои глаза и начинаю видеть их, как мягкий фотографический аппарат. Но они видят не внешний мир. В такие моменты я фотографирую мой разум, то, что находится внутри моей головы. Картины Дали наполняются мифологическими персонажами, геометрическими конструкциями и воспоминаниями детства. Эти порождения его фантастического видения быстро выводят его на авансцену сюрреализма. «Андалузский пёс» по сценарию Сальвадора Дали и Луиса Буниуэля. Яркий дебют Дали в кино состоялся в содружестве с Луисом Буниуэлем, с которым они вместе учились в Мадриде. Выход «Андалузского пса» в 1929 году поразил художественный и кинематографический мир, подобно удару грома. Дитя века изображений Дали раньше других понял, что холст и кисти отныне никогда уже больше не будут единственным инструментом художника. «Андалузский пёс» «Это самая братская работа, какую я сделал с Луисом Буниуэлем. Мы сделали её за шесть дней, не считая сценария, основу которого написал я. Буниуэль увидел его и сказал «Это великолепно». И мы ещё многое добавили. Нашим девизом было «Чем сложнее, тем лучше». А главное, в «Андалузском псе» не должно было быть ни пса, ни «Андалусии». «Андалузский пёс» был фильмом юности и смерти, который я собирался вбить в сердце Парижа, остроумного, элегантного и философствующего. Вонзить со всей реальностью и силой иберийского кинжала, рукоять которого сделана из окровавленной, окаменевшей земли нашей древней истории. А клинок был выкован в пламени святой католической инквизиции вместе с песнями, расширяющейся раскалённой стали воскрешения плоти. «Андалузский пёс» «Андалузский пёс» «Росканиевая цена в мястере», «Росканиевая цена в мястере», «Новольfactное в мястерство году» Успех этого фильма отчасти заключался в том, что мы сломали нормы, навязанные кинематографу литературным повествованием, нормы, которые требовали, чтобы жизнь описывалась в связной, последовательной манере, которая является следствием процесса адаптации, заставляющего мысль казаться связной, тогда как на самом деле она абсолютно свободна. Кроме того, до сих пор режиссеры нацеливали свои камеры на стену с тенями фальшивых кубистических птиц на ней и получали лишь ненужные кирпичи. И, напротив, новое, антихудожественное кино сможет поймать этих птиц на простой кирпичной стене и одновременно сломать рамки связности и творчества. Несмотря на объединяющий их сюрреалистический подход, представления о том, как делается кино, у двух друзей расходятся. Буниель полностью контролирует повествование, снимая эпизодами, которые предварительно разрезает. Дали же относится к кино как к картинам, захватывающим фотографическим композициям, полным мифов и сюрреалистических аллюзий. После нашего успеха с андалузским псом я принялся работать над новым фильмом «Золотой век». Я начал делать эскизы и сказал Буниелю, что намерен сделать нечто, что передало бы неистовую страстность любви, пропитанной великолепием католических мифов, потому что я был изумлен, ослеплен и одержим величием и роскошью католической религии. Но отношения между двумя художниками ухудшаются. Отчасти это связано с появлением Гала в жизни Дали. Кроме того, Дали поссорился с отцом, и в результате он не присутствовал на съемках «Золотого века» в Кадакесе. Буниель снимает без него на остаток пленки летний дом семейства Дали. Тетя художника и его отец, почтенный нотариус, с удовольствием участвуют в съемках. Все происходит мирно и добродушно, включая поедание местного деликатеса – морских ежей. В этой обстановке сотрудничество двух художников было минимальным. Буниель почти не использовал оригинальные идеи Дали и даже забыл упомянуть его имя в титрах на некоторых из копий. «Золотой век» Звуковой фильм Луиса Буниеля Когда Буниель закончил фильм, я почувствовал разочарование, потому что он не принял во внимание мои предложения и представил мои идеи в карикатурном виде. Он грубо исказил католический аспект, превратив его в антиклирикальный и лишив присущей ему поэзии. Сделал фильм почти кощунственной комедией. Разрыв между двумя друзьями был окончательным, и их пути разошлись. В 1940 году, немало попутешествовав, Дали поселился в Соединенных Штатах. Новый свет приветствовал его с энтузиазмом, смешанным с любопытством. Сначала необходимо было завоевать Нью-Йорк. Для этого он добавил эксцентричности и провокационности. Я впервые надел этот каталанский головной убор, когда прибыл в Нью-Йорк. И это привлекло много внимания. Одним из моих стремлений было сделать ультралокальное универсальное. Поэтому, чтобы завоевать Америку, я надел каталанскую барретину. Вскоре репутация эксцентричного гения привлекла к Дали внимания голливудских студий. Киноиндустрия умеет чувствовать талант. Интерес был взаимным. Дали быстро завел дружбу с известными актерами и режиссерами. Например, с Харпо Марксом, для которого он написал сценарий. Дали описывает его как самого интересного и сюрреалистического персонажа в этой мекке-кинематографа. Поскольку в день их встречи Дали увидел в его зрачках блеск той же искры, что и в глазах Пикассо. Но это был его первый провал в Голливуде. Ни сценарий, ни эскизы так и не стали фильмом. В фильме Альфреда Хичкока «Завороженный». Эпизоды сна основаны на рисунках Сальвадора Дали. В 1945 году Дали получил заказ от Альфреда Хичкока, которому нужно было снять 20-минутный эпизод сновидений для своего нового фильма «Завороженный». Водушевленный этим проектом, Дали подготовил под присмотром режиссера и съемочной группы пять картин и множество декораций. К сожалению, логика голливудской киноиндустрии диктует свои законы. И в конце концов, сцена была урезана до трех минут. И все равно этот небольшой эпизод привлек внимание другого голливудского мэтра – Уолта Диснея. Их отношения становятся настолько дружескими, что Дали приглашает его в гости в свой дом в Порт-Легат. Дисней считает, что Дали может лучше всего выразить себя в анимации. И делает ему два заказа – фильм «Судьба», над которым художник проработал в студии Диснея большую часть 1946 года. И еще один – о Дон Кихоте. И снова технические трудности и слишком высокая стоимость воплощения замысла в Дали не дали проектам осуществиться. Сценарии сочли недостаточно коммерческими, а рисунки слишком сложными. Я получил письмо от киностудии, отвергающее мой сценарий, над которым я тщательно работал, и который представлял в сокращенном виде всю глубину моих идей. Автор письма категорично заявлял, что фильм не будет интересен широкой публике, и его невозможно сделать коммерческим. Через некоторое время я узнал, что они снимают жалкую комедию, в которой, не поставив меня в известность, используют все мои отвергнутые идеи. В результате получился идиотский фильм, плохо сделанный и лишенный юмора. Катастрофа. Логика деловых людей неумолима. Неуемные фантазии творчества Дали их пугают. Ошеломляющий обед у Дали. Сальвадор Дали устраивает праздник. Испанский художник-сюрреалист одевает свою жену в костюм единорога. Хотя он и не добился в Америке успеха, на который рассчитывал, у Дали были там и моменты славы. Праздники в духе сюрреализма, который Дали устраивал в Голливуде, вдохновляясь карнавалами латинских стран, граничили с коллективным безумием. Он снова становился центром притяжения для всех взглядов и камер. Но отныне все происходило по его сценарию, в котором все приглашенные, порой весьма известные, играли роли статистов, внимающих его эксцентричным выходкам. И главное блюдо. Пусть это вечер сюрреализма, но лягушки вполне настоящие. Постепенно он понимает, что для того, чтобы снимать то кино, которое нравится ему, он должен изменить свое место по отношению к камере. Пользуясь своей известностью, он встает перед объективом, и теперь уже никто и ничто не сможет ставить препятствие его воображению. Мэтр, вы носите это каждый день? Я надеваю его только в моменты больших компромиссов чувств. Это пиджак афродизиак. В каждой рюмке должна быть мятная жевательная резинка, а в массе жевательной резинки должна быть мертвая муха. Для того, чтобы в момент кристаллизации массы параболические глаза мух отпечатались на ней, как древние ископаемые. Секунду, секунду. Я без ума. Я без ума от денег. Последняя выдумка Дали – эти новые купальные костюмы. На парижской презентации «Дали бикини» выяснилось, что мэтр пожертвовал женской грудью и прославляет лопатки. На груди Дали помещает мужские глаза, ведь именно сюда обычно направлены мужские взгляды. Но кто из них осмелится сам выдержать такой взгляд? Уберите глаза, и практически ничего не останется. Божественный Дали доказывает это с линейкой в руках. Со спины же, напротив, мы видим добавление из наполненной гелием резины, которые демонстрируют новые формы будущего. И завершает эту фантазию Дали зонтик-душ для омовения перед купанием. Его дар создавать символы и провокации открыл Дали дорогу в прибыльный мир рекламы. Реклама шоколада Лан Вен Я без ума от шоколада Лан Вен Сначала он растворяется веселыми, но верными пузырьками. Затем алкозельцер выстреливает в желудок и нейтрализует в нем вредные избытки кислоты. В то же время шипучий аспирин стремится стоком крови ко всем местам, где вы чувствуете боль, чтобы дать им снова стать прекрасными. Алкозельцер – это произведение искусства, такое же уникальное, как Дали. А это испанская реклама, в которой с таким артистизмом снялся Дали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Раз киноиндустрия не хочет замечать его, Дали решает отправиться в храм науки, в Парижскую Сорбонну, место, которое он считает достойным своих амбиций автора, актера, режиссера, раз уж он решил сочетать все эти роли. Четверть века спустя после выхода «Андалузского пса», на этот раз в содружестве с Пикассо, Дали снова возвращается к идее о том, что испанские художники должны приехать в Париж и покорить его своим диким талантом. Художник хочет рассказать, что произошло с ним в тот день, когда он отправился в Лувр, вооруженный своим мольбертом, камерой и буйным воображением. Его целью было сотворить копию одного из художественных мифов, который они с Бунюэлем включили в «Андалузского пса». Картины, которые, по мнению Дали, исполнены света и магической атмосферы. Уже в девять лет я был одержим картиной, которая висела в кабинете моего отца. Я даже помню, как сидел однажды, голый, перед ней за столом, чувствуя локтями впивающиеся кружки хлеба, и чувствовал, как мною до бреда начинает овладевать образ этой скромной юной девушки. Речь идет о знаменитой кружевнице Вермера Дельфтского, написанной в 1670 году, в которой многие критики видят символ женской верности и плодовитости. В первый момент зритель обращает внимание на интимность сцены и простоту изображенного жеста и позы. Но, как и в «Снах Дали», свет, заливающий картину, предполагает наличие более сложной реальности, чем видится на первый взгляд. Кажется, что в трудолюбивых руках девушки можно увидеть не только иголки и нитки, и порой она превращается в объект смутного желания. В состоянии полусна глаза Дали эти мягкие фотографические аппараты смогли наложить свое видение на реальность картины. Анализируя картину, он решил, что все в ней подчиняется скрытым дугам, которые сходятся к одним точкам. И это — рога носорога. Постепенно я пришел к мнению, что должен продолжить эту работу. И поскольку мои носоротические идеи окончательно прояснились, я попросил друга найти мне живого носорога. Для этого нам пришлось отправиться в зоологический парк, где нам представилась возможность созерцать огромное животное, которое служители называли «Франсуа». Толстокожая модель с очевидным равнодушием наблюдала за пишущим его портрет Дали. Рог за рогом, картина, задуманная в Лувре под влиянием вермеровской кружевницы, обретала форму. Глаза художника продолжают смешивать реальность со сном, а также с перспективой камеры. Франсуа же его роль волнует ничуть не больше, чем та взрывоопасная смесь математики, зоологии и искусства, которую спровоцировал его рог. В получившейся картине рога полностью заменили девушку, о которой напоминает лишь легкий намек на женский силуэт. В неожиданном порыве художник решает сделать животное своим соавтором и просит его дать собственную интерпретацию этого художественного события. И как в любимых сюрреалистами творческих играх, носорог получает возможность творить, то есть в данном случае кусать, обнюхивать и облизывать, нанося грязь и чернила на большие листы бумаги. Дали, наполовину бог, наполовину художник, подписывает работу, только что вышедшую из-под ног толстокожего соавтора. И в качестве завершающего штриха, вооружившись копьем, подобно Дон Кихоту, он протыкает им гигантскую репродукцию самой кружевницы. На следующей неделе я предался новым фантастическим экспериментам. На Монмартре перед обезумевшей толпой я наполнил два пустых рога хлебным мякишем, пропитанным чернилами. Затем, вспомнив Вильгельма Телля, я раздавил их и создал при этом рисунок. И будто чудом, за которое мы должны на коленях благодарить Господа, рога изобразили новую фигуру. Несколько дней спустя, когда я получил рисунки, я решил прорисовать эти пятна таким образом, чтобы проиллюстрировать в параноидальной манере наэлектризованное таинство литургии этой сцены апофеоза, на которой возникли крылья мельницы. В этой мельнице, столь далекой от мельниц Сервантеса, Дали, подобно Дон Кихот, увидел гигантов-параноиков, существующих внутри его самого, и позже он изобразил их на бумаге. Эта буря идей и съемок никогда не станет фильмом, но его горячечная речь о них, произнесенная в Сарбоне, принесла Дали бешеные аплодисменты аудитории. Это 65-й год, триумф Дали в Париже. Успех или неудача Дали в кино связаны с его стремлением полностью контролировать весь процесс съемок. Желание вникать в мельчайшие детали может показаться идущим вразрез с его манерами императора. Вертикально поднимаем поднимаем не надо, сейчас ее можно нести так Внимание, все вокруг теперь толкайте теперь положение понятно нет, нет, не снимайте не меня пожалуйста, вот это нет, пожалуйста сейчас статуя вертикальна а теперь положите ее абсолютно горизонтально опускайте секунду Микеланджело и Дали вместе Нужно репетировать перед съемкой? Нет, нет камера будет там она будет снимать дверь я появлюсь в углу и камера меня снимает я выйду из дверей с почти обнаженной девушкой доброе утро нет, камера очень далеко вы дальше дальше еще дальше и я разбиваю Пожалуйста, заберите это и переверните Так я должна играть роль служанки? Все мои рабы Нет, все не ваши рабы Все мои рабы Уходите Убирайтесь Уходите Разве нельзя играть другую роль? Все довольно Все мои рабы Вот, он молодец Он молодец Все, хватит Все мои рабы Все должны быть его рабами Как можно говорить так в 1965 году Все мои рабы Вернувшись домой Дали снова запечатлевает море и пейзажи порт Легата в своих работах На этот раз на пленке Его репутация иконоборца не тускнеет И сотни камер готовы снимать параноидально-критические образы и сюжеты на которые так щедро Дали На лоне этой идиллической природы Дали пробует себя в новом жанре экспериментального кино на основе коротких импровизированных сценариев Простые в стиле Жоржа Мельеса появления и исчезновения в кадре Дали и Регала несли на себе отпечаток направления которое изменило искусство 20 века Сюрреализм Сюрреализм Художник смотрит на 8 сардин Процесс повторяется снова вплоть до последней сардины Но одна из этих рыб была свидетельницей скитаний Одиссея В ее внутренностях находятся все гомеровские элементы Средиземного моря И эту супер сардину выбирает Дали Артишоки 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 Сюрреалистическое кино придуманное Дали явило на свет образы которые до сих пор являлись достоянием только человеческого воображения Одержимый духом экспериментаторства Дали использует все форматы и скорости работая с режиссерами кино и зарождающегося телевидения Соедините меня с мистером Суини из музея Гугенхайма С ним хочет говорить господин Дали Господин Суини из музея Гугенхайма Алло Здравствуйте, дорогой друг Послушайте Спасибо Нет, я вам объясню Мы сейчас снимаем в телевизионной студии нечто экстраординарное А теперь я бы хотел Это мой рот А это Мои усы Теперь я хочу чтобы камера максимально приблизилась сюда Вот так Еще ближе Еще Еще ближе Еще ближе потому что это рот Дали А теперь я хочу чтобы там были мои груди Не груди, а зубы? Зубы Зубы которые у меня во рту Мои зубы Посмотрите в камеру Вот это мой рот И я хочу чтобы техники наконец поместили в него зубы Дали Хорошо Очень хорошо Превосходно Некоторые моменты очень хороши Отлично Достаточно кое-что поправить и все будет отлично Для Дали Для Дали художника и кинорежиссера пленка это огромный бесконечный холст Иконография Иконография такая же как в его живописи Эротика патология католицизм биологическое начало последние научные технологические открытия или же критичное новое прочтение творений других художников например Мандриана как в этой работе названной им хаос и творение Но глядя на значительное наследие его кино и видеозаписи поневоле спрашиваешь себя был ли Дали настоящим кинорежиссером В обычном смысле слова это спорно но зато не вызывает сомнения что он был гениальным создателем образов Он сумел поставить на службу своему воображению все возможности нового аудиовизуального способа выражения который появился в 20 веке Дали в момент появления из яйца скачет и прыгает во всех направлениях по моей собственной картине его кино это огромная масса образов которая заслуживает название жанр Сальвадора Дали сделала его гораздо более известным чем могла бы сделать одна его живопись его последний фильм снятый в 1975 году изображал всеобщую оргию и получил название впечатление верхней Монголии Верхняя Монголия Верхняя Верхняя Монголия Как любил говорить сам Дали хотя в наше время трудно удерживать внимание мира хотя бы полчаса ему удавалось сделать это на протяжении 20 лет его девизом было главное чтобы о Дали говорили пусть даже это будет что-то хорошее и эффектное как в театре вернее как в кино потому что этот несравненный предмет у меня в руках ручка из отеля Сен-Режи которую я целую содержит в своем металлическом ободке все галлюциногенные фильмы и все образы которые Дали внедрил в ваш мозг мозг фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК Культура в 2005 году Сен-Режи Сен-Режи я О И САЛВАде У Субтитры подогнал «Симон»